Ребята, привет! Большой и горячий! Прямо из духовки! Или из кастрюльки! Или вообще со сковородки! Можете сами представить, какой вам достался! А ты бы какой выбрал? Честно? Из холодильника! Такой привет, конечно, не будет горячим, но зато будет очень любимым! Правда? А что тебе достать? Есть яблочко, кусочек сыра, паштет. Вообще-то я имела в виду кое-что другое. Я знаю, но мороженого у нас нет, увы. Эх! Но погоди расстраиваться. Я как раз хотела предложить приготовить охлажденный десерт, и он будет не менее вкусным, чем мороженое. Звучит заманчиво! Да, еще он будет похож на... На что? Нет, не буду рассказывать. Сейчас мы начнем готовить, и вы с ребятами сами все увидите. Ну, хотя бы название скажи. Это, пожалуйста. Сегодня у нас шоколадный пудинг. О-о-о! Обожаю нашу рубрику! А вам известно, что раньше пудинг был не сладким. Появился он в 16 веке в Англии, и был совсем не похож на современный. В ту пору его делали так. Просто варили густую овсянку на мясном бульоне, и все. Позже, для улучшения вкуса, повара на праздники начали добавлять в пудинг хлебные крошки, кусочки фруктов, изюм, чернослив, орехи и мед. Блюдо подавалось горячим. И только с появлением сахара рецепт пудинга претерпел коренные изменения. Мясо в нем оказалось лишним. И к 19 веку пудинг превратился в десерт и стал кулинарным символом британской империи. Итак, Хрюша, ты готов мне помогать? Ну, как всегда. И мой волшебный половничек тоже. Спасибо. Это приятно. Значит, я могу смело объявить список продуктов. Вот. Сливки, сливочное масло, картофельный крахмал, соль, сахар, какао, темный шоколад, шоколадное песочное печенье и свежая мята. О-хо-хо! Сколько всего вкусного! Наверное, это будет не пудинг, а сплошное шоколадное удовольствие. Именно. И самое главное, что доставить его себе можно очень быстро. Потому что рецепт пудинга достаточно прост. Сначала нужно смешать в кастрюльке или в сотейнике все сухие ингредиенты. То есть это у нас... Сахар. Нет, это крахмал. Крахмал. Да. Сахар. Дай, сахар. Думаю, достаточно. Затем какао. Какао. Ну и соль, наверное, да? Щепоточку. Щепоточку? Да. Быстренько перемешаем. И начнем постепенно вводить сливки, размешивая смесь венчиком. Обязательно. Иначе... А что иначе? Иначе в готовом пудинге могут попадаться комки. И чтобы этого избежать, нужно добиться того, чтобы крахмал полностью растворился в сливках. Да. Комочки я не люблю. Никто не любит комочки. Особенно в манной каше. Нет, это лучше. Все, с этим закончили. Теперь ставим сотейник на плиту. И доводим шоколадную смесь до кипения. А затем варим, пока она не загустеет. Ага. Ой, Инна, а у нас тут печеньки скучают. А, сейчас и они пойдут в ход. Пока пудинг готовится, мы должны сделать песочную крошку. С помощью блендера. Угу. Удобно. Очень. Первый блендер изобрел в 1922 году американец Стивен Поплавский. Для того, чтобы перемешивать воду, кристаллы углекислоты и сироп. Так конструктор рассчитывал при помощи своего устройства автоматизировать производство сладкого газированного напитка. Первые блендеры представляли собой чашу на подставке, в которой вращался пропеллерного вида нож. И умели они только перемешивать. Современный электроприбор легко справляется не только с этой задачей, но и с измельчением пищи, приготовлением эмульсии, пюре, взбиванием напитков, муссов и даже колкой льда. Пудинг почти готов. Остается только добавить сливочное масло и темный шоколад. Но их нужно растворить и смешать с горячей смесью по очереди. Ого! Прозвучало тревожное слово. Да, и поэтому ты сейчас проговоришь для наших зрителей правила обращения с горячими предметами. Ребята, помните, что если приготовление еды связано с использованием плиты или духовки, то вам категорически необходима помощь родителей. Работать с горячими предметами должны только взрослые. Вот как у меня, Инна. Закончили. Дальше, внимание, нас ждет превращение пудинга в горшочки с рассадой. Сейчас мы разложим готовую смесь по стаканам, ненадолго поставим их в холодильник, а затем украсим песочной крошкой и свежей мятой. Ой, что-то я не понял. Ну, дождись. Вот ты увидишь, и все станет понятно. Ну, ладно. Сначала смешайте в сотейнике все сухие ингредиенты – сахар, крахмал, какао и щепотку соли. Затем начните постепенно вводить сливки, тщательно все перемешивая венчиком. Теперь поставьте смесь на плиту, доведите до кипения и варите, пока она не загустеет. За то время, пока варится шоколадная смесь, сделайте с помощью блендера из печенья песочную крошку. Остается только добавить в сотейник шоколад и сливочное масло. Но их нужно растворить и смешать с горячей смесью по очереди. Разлейте пудин по стаканам и уберите в холодильник. А перед самой подачей на стол украсьте шоколадной крошкой и свежей мятой. Это же похоже на горшочки с зеленью. Правда здорово? Да, и сразу вызывает желание поскорее попробовать этот десерт. Вот, поэтому я всегда говорю, что правильная подача блюда имеет большое значение. Согласен. Я в восторге. Я рада. Ребята, обязательно попробуйте сделать такой пудинг у себя дома и удивить своих гостей. Уверены, что он всем очень понравится. И прощаемся, но ненадолго. Пока-пока!